доброе утро всем привет хорошего начала дня у меня сегодня вкуснейший завтрак вот такой бублик байрактар кофе ну растворимый ничего страшного вот такой якобы с орехами попробую такой никогда не пила и я купила очень вкусное варенье из черники с фруктозой без сахара полезно можно сказать чем буду кушать начинаем с вами новый день новый влог всем приятного аппетита и увидимся с вами через секунду а Друзья, мы сейчас находимся в Кривом Рогу, в 90-м, на 95-м квартале. Сейчас я камеру разверну, солнышко так светит. В общем, находимся мы на родине нашего президента. Это 95-й квартал, Кривой Рог. Как вы видите, везде флаги Украины, Криворогца Украина. Большинство людей в этом городе разговаривает на русском языке, как и я. Никого никто не ущемляет. Мы ездим с номерами Донецкой области, и никаких вопросов к нам или чего-то нет. Кто не знает, что наш президент Владимир Зеленский из Кривого Рога, может быть, кто не знает, скажу. И команда КВН названа 95-й квартал в честь вот этого квартала. Здесь такая вот стелла, значок «Беремо и робому», флаг Украины. Вот, посмотрите, в центре города. Обычные люди. Знаете, плакат. Ведь сто ему, ридный мистом. Слава Украине! Сегодня комментарий. Вот пока мы сюда ехали, мне одна зрительница написала по поводу того, что драмтеатр разрушен не Российской Федерацией, а нацистами, которые находятся у нас. Я каждый раз себе обещаю не затрагивать политическую тему, но меня это, знаете, вот заводит так. Но посмотрите, вот просто посмотрите на город, и такие у нас все города на Украине, но нет у нас нацистов, их нет. Понимаете, нет нацистов, нет бандеровцев у нас, их нет. Понимаете? Мы все обычные люди. Кто придумал это понятие, что у нас есть нацисты, которые разрушили драмтеатр, разрушили Мариуполь и другие города? Нет, у нас нацистов. Так что вот так вот мы проводим наш выходной день. Сегодня у нас суббота. Хотела обратиться ко всем зрителям. Давайте не писать гадкие комментарии, давайте не ссориться, потому что, когда мне пишут комментарии из других стран по поводу того, что у нас здесь происходит. Обычно это люди, которые никогда в жизни не были на Украине. И вы пишете только основываясь на том, что вам показывают по телевизору. Но как бы верить этому, я вам честно говорю, нельзя. Вот это прям вот неправда, неправда, неправда. Как-то так. А мы пытаемся немножко наладить жизнь, да, Анютка? Наладить быт в этом городе. Не знаю, сколько мы здесь пробудем. Ну, город такой уютный, очень добрый жителям. И главное здесь... Сирены, конечно, воют. Но что мне здесь нравится, здесь люди ходят по улицам. У нас в Донецкой области люди по улицам не ходят. После... Я не знаю, рассказывала вам, не рассказывала. У нас вчера был большой обстрел города Краматорска. Погибли люди. У моих коллег, которые со мной работают, у двоих, тенечек станут. Вылетели окна. Представляете, на улице минус 8, а люди остались без окон, без дверей, без ничего. Вот такая ситуация у нас в Краматорске. А здесь, видите, сколько машин ездит, люди по городу ходят. Конечно, мне это нравится. Знаете, чувствуешь себя каким-то другим человеком. Здесь есть продукты в супермаркетах. Есть магазины одежды, которые работают. И кажется, что ты попал на какую-то другую планету. Но я верю в хорошее, верю, что всё наладится. У нас провели вчера Wi-Fi. Поэтому буду вам стараться выкладывать видео. Я больше недели была без интернета. Поэтому я вас всех люблю. Все зрители, которые вместе с нами, которые поддерживают и понимают, что реальную ситуацию, то, что происходит, поддерживают нашу семью. Я вам очень благодарна за это, честно, от чистого сердца. И каждый ваш положительный комментарий, знаете, добавляет какой-то уверенности и придаёт сил. Спасибо вас. Честно, любим. Да, Анютка? Мы любим наших зрителей? Да. Обожаем. Нам очень нравится, что на протяжении нескольких лет, сколько мы ведём канал, вы остаётесь с нами. И я могу, хочу не пропадать. Надеюсь, что с интернетом и со всем здесь перебоев не будет. И буду стараться выходить к вам почаще с видеороликами. Мы зашли в супермаркет Варус. Тут не прям возле Стеллы на 95-м квартале. Смотрю, сыр есть. Очень много колбасных изделий. И всё, что хочешь. Не как у нас, да, Анют? В Краматорске, да. Яйца. 28 гривен. Рыба замороженная. В общем, есть всё, да, Анют? Есть пакеты. Да, и бюджетные, и дорогие продукты. Очень много консерв. На любую стоимость. У нас консервы вообще нет в городе. Мясо. Там он ещё... А тут разрыхлитель или нет, Анют? Ну. Маковая начинка, сода есть, крахмал. Не, нету, Анют. Пойдём. Много конфет, шоколад, чай. Всё есть. Тут даже алкоголь продаёт. И выбор довольно большой. Так. Пивасик, Аня, говорит. Так, заморозка. Очень много молочки. Разной. На любой вкус. И быстрого хранения молока. И здесь вообще дрожжи. По 10 гривен. В общем, всё. А тут моет тётя. Давай назад. Чтобы не натаптывали. А? К тимельку. Да, бери. К тимельку. В общем, выбор всего. И очень такой большой. Сухие завтраки. Ну, мы взяли с собой, да? У нас и овсянка, и сухие завтраки есть. А тут что, нет бубликов в Байрактар? В этом магазине закончились. Снизу, наверное, были. Мы в Варусе берём, который возле нашего дома, где мы живём. В бублике Байрактар. Такие вкусные вообще. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Хлебцы, масло. Вообще всё есть. Готовая еда есть. Салфетки, одноразовая посуда. Яйца упакованные. 40, 33, 37. Ну, то есть, сами смотрите, что вам нужно. Глянь, какие трубочки красивые. А это каллы. Не хочешь? Аня не хочет. Да, бери, я же говорю, интересные. К чаю что-то вкусненькое. Так, тут мы не пройдём. Давайте назад на кассу. Для стирки тоже всё есть. И порошки, и ополаскивателя. В общем, проблем с этим в кривом рагу нет. Игрушки даже. Всё, мы так зашли посмотреть. Гулять. Гулять. И людей немного. Ой, все чистящие вам не показала. И доместосы, и перчатки. всё есть. Вот это, кстати, классный ультра-пауэр лимон. Вот мистер пропор. Очень хорошо всё отмывает. Я в Краматорске постоянно его покупала. Уже не знаю, сколько бутылок. И очень всё, и в ванну, и на кухне всё шикарно отмывает. Всё, мы расплачиваться сейчас будем. И дальше немножко погуляем, и мы поедем, да, умой. Погуляли по городу, купили нужные продукты. Решили заехать в эпицентр. Тут по мелочи кое-что. Обживаемся в новом городе. Здесь лента не работает, как у нас. Поэтому пешочком по ленте. У нас, наверное, в Краматорский магазин немного больше. Но всё равно он у нас сейчас не работает. Людей немного. Мы вообще за подушками приехали. Сейчас посмотрим, что тут интересного есть. Тут и чайники, техника. Тут везде музыка играет. Ставлю на паузу, потому что Ютуб потом блокирует видео с музыкой. Тут постельная. Ну, эпицентр. Тут и очки, он разные есть. Что тут за очки хотела купить в прошлый раз? Они все для зрения, Ань. У них необычные стёкла. Аня себе решила очки прикупить. Полотенца. Вот 269 гривен. И беленькие есть полотенечки. Саша себе подушки выбирает. Много товаров разных. Ой, как я люблю эти хозяйственные магазины. Я бы тут всё скупила. Учитывая, что я сейчас живу на съёмной квартире, скажем так. Какие полотенечки. Кухонные или кухонные, как правильно. Ну, что такое боль. Не дома столько всех этих полотенечек. А я с собой только одну кухонную привезла. В таких коробочках. 5 штучек. 149 гривен. И сковородки бюджетные. Крауф. Кстати, неплохая фирма. Мне нравится вот эта Крауф. Ну, я себе одну купила. Мне её достаточно здесь. Как вы понимаете, накупать чего-то смысла, как говорится, не имеет. Тарелочки. Вот и белые есть тут. Может, какие-то голубые сегодня взял. Не знаю, в общем. Тут много чего есть интересного. А вот и голубые. Наверное, вот такие Саша взял. Голубые. Ну, пусть будет. Честно, всё равно. Чашки классные здесь. Посмотрите, однотонные. И белые, и молочные. И 29 гривен стоят. И вот интересные. Посмотрите, какие чашки. Ой, так чашки люблю. Чашки – это моя слабость. А вот по 39 гривен. Тоже красивые. Не обязательно покупать прям супердорогую посуду. Есть посуда довольно бюджетная и очень красиво выглядит. Нравятся мне такие деревянные круглые тарелки. 406 гривен. Как милажницы или как-то называется. Красивые. Что это? Кухонные. Кухонные. 19 гривен. Бося, ты злая у нас. Злая. Девчонки и мальчишки, ваша любимая рубрика «Чё купила?» Анютка себе купила печеньки турецкие. Озму. Хоппа. Там ещё внутри картинка. Внутри? Да. Ну, потом покажешь. Два сока себе, Анюта. Сама платила за свои покупки. Так, кофеёв себе набрала. Вот какой-то латте-мачо, нескафе. Тебе столько кофе, разве можно? Ну, ладно. Пусть она любит, чтобы у неё запасы были. Купила себе вот такую картоплю с сметаной и зеленью. Не знаю, зачем, но человек себе купил две маски для лица с авокадо. Ну, вот куда? По-моему, 19, да, гривен? Или 16? 19 с копейкой. Ну, в общем, 19 гривен. Масочка. Посмотрите, какая классная с зайчиком. Её можно постирать, носить, то есть многоразовая. И купила себе какой-то блокнот. Что там за блокнот? А, всякие эти, маленькие. Маленькие блокнотики. маленькие, как мини-блокнотики. Так, это Анюта себе купила. Так, мы заехали в эпицентр. Ой, Анютка, принеси подушку. Мы подушки уже покупали, и мужу там что-то неудобно. В общем, он купил себе другую какую-то подушку. Сейчас Анюта принесёт, вам покажет. Также были мы... Покажи мне подушку. Да, вот такая подушка большая. И, кстати, на неё была акция у нас на синтепоне. По-моему, 140, да? 139 или 149 гривен подушка. 70 на 70. Уноси. В эпицентре купили. Ну, смысла покупать какие-то дорогие подушки сюда не имеет, поэтому купили. Ну, спад же нужно, чтобы было удобно, да, котёнок? Значит, из посуды заходили в эпицентр. Мы купили вот такую подставку для ложек-вилок. Удобненько, чтобы было. Я себе крем купила. Буду всё подряд. Тут и эпицентр, и... В общем, где мы только не были сегодня? И в Варус, да, мы заходили. В общем, девочки, я запуталась. Мочалки вот такие купила. Фрекенбок. Купила себе зубную щётку. Купила себе классную зубную щётку, но она оказалась мягкая. Но не могу ей вообще чистить зубы. Взяла себе вот такую локалут. Написано средней жёсткости. Я не люблю сильно жёсткие, но и мягкие не люблю. Две вот такие тарелки люминарк. Голубые. Я, правда, белые люблю, но какая разница, какого цвета в этой квартире у меня будет посуда. Так, купила два в эпицентре вот таких кухонных за 19 гривен полотенечко или кухонных. Небольших таких, очень удобно. Ручки вытереть там, помыл, чашечку поставил. Очень удобно. Так, дальше. Это, наверное, папа. Это ты покупала или папа себе? Папа. Папа себе покупала. Вот такие какие-то капучино, дитарина, не знаю, что. И тут ещё что-то пристёгнутый. Какой-то сироп. Ладно, я такое не пью. Разберёмся. Да, разберёмся. Ярик взял им с Саней по кусочку пиццы. Купила фарш я говяжий. Хочу котлетки сделать. Божешь котлетки, Анют? Вкусные котлетки. Потому что мясорубки у меня здесь нет. Сама фарш я приготовить не могу. Поэтому купила готовый. Ничего страшного я в этом не вижу. Два йогурта взяли. Банан, кокос. Я не люблю йогурты. Взяла пергамент. Хочу что-то выпечь в мультиварке. Самый простой своя линия взяла. Так, что я нашла? Соду ее нет нигде. Просто вообще и выпечку можно и как чистящее. В общем, как угодно. В общем, купила. Не помню цену. Лавровый лист. Так, сюда давайте. Еще один молоте мачо. Ванильный сахар мне нравится. Рукавички господарские. Покупала две. Первые вымыла всю квартиру. Я их выбросила. Вторые оставили рукавички, когда моешь пол, и вот когда я мою посуду, у меня от моющего кожа очень сохнет. Купила еще одни рукавички. Так, муж купил вот такие конфеты Киев. Такие вафельные вкусные. Овсянка. Сахарная пудра с ароматом ванили. Мрия мне очень нравится. Очень нравится сахарная пудра. Вот эти будем делать оладушки дрожжевые. Да, котенок? И вот их очень вкусно посыпать сахарной пудрой. У меня правда нет ситечка, но мы все равно как-то сверху посыпем и будет вкусно. Ложечкой. Творог может быть для творожной запеканки в мультиварке. Не знаю. И захотелось мне сырников, но добавить изюм. Ты не против? Или ты не хочешь сырники с изюмом? Ну не знаю или сырники с изюмом или какой-то кекс с изюмом. Так изюма захотелось. Купила изюм и журавлына. Клюква. Клюква сушеная. Аня киндер. Взяла вот такой суп с овощами по-мароккански. Тут наверное кускус. Аня кускус любит. Аня у нас еще не съели с прошлой покупки. Купили в метро вот такой вот такую карамель. Соленая карамель. Как же она мне нравится. Это такая вкуснота с блинчиками с оладушками. Просто песня. Это так вкусно. Девочки я на все цены не помню. Если честно сейчас как-то в каждом магазине вообще что хотят ставят. Поэтому называют цену вам одну. Вы заходя в какой-то магазин ведите другую. И точно знаю что 99 гривен стоит вот этот панеттоне по акции был. Вкусный. Так люблю панеттоне к чаю. Завтра утром заварим вкусный чай или кофе. Я вечером не ем мучное. А вот с утра кусочек можно. У нас такие покупки мои хорошие. Они не сильно большие. Но нынешние ситуации они для нас полезные. Поэтому вот как-то так погуляли сегодня. Немножко развеялись. Потому что мы вообще по привычке Краматорска мы здесь уже не знаю сколько дней мы из квартиры в принципе практически не выходим. Все вот так. Да мой ребенок? У нас потеплело. И в квартире потеплело. На улице не потеплело. На улице ветер у нас сильный. Но благодаря теплым пижамам сразу стало вот просто очень комфортно. Девочки, у нас вкуснейший ужин. Вот такие маленькие селедочки с соленым. Баклажаны мы купили готовые маринованные с луком. Я нажарила картошки с российскими сардельками. Они аж вздулись. Я их сюда положила. И сегодня заехали в магазин и опять купили вот эти бублики байрактар, что я вам показывала. Они настолько вкусные, прям как в Турции бублики называются. семиты. Вот, да, они как реальность турецкие семиты, но называются байрактар. Бублик турецкий байрактар. Причем у нас вот такая вкусняшка. Если вы тоже кушаете, вам приятного аппетита. Мы будем наслаждаться неполезной, но очень вкусной едой, потому что в нынешней ситуации соблюдать какое-то правильное питание или еще что-то. Наверное, не наверное, а я уверена, что совершенно неактуально. Поэтому всем приятного аппетита!